Здравствуйте! Приветствую вас на канале Просветок. С вами Ломонос Петр. Мы поговорим о финиковой пальме. Почему именно эта тема как бы сейчас выходит в эфир? Вроде бы снег на улице, мороза. Потому что финиковые пальмы могут, как и все пальмы равны, они ассоциируются у нас с югом и с южными широтами. И время посева этих растений замечательных январь месяц. Январь самое хорошее время для посева этих семян. Но почему именно финиковые? Опять же вопрос объясняется очень просто. Потому что финики легко купить. Они всегда есть в продаже, всегда поступают в любое время. И косточки эти остаются. Остаются косточки. Из этих косточек при желании можно вырастить красивые растения. Но необходимо заметить сразу, что листья финиковой пальмы в комнатных условиях достигают полутора метров. Поэтому если маленькие растения как бы растут в свободной форме, то старше уже шести лет их надо связывать. Потому что листья занимают определенный объем. Ну и если у вас есть какой-то зимний сад там при доме, у нас проблем нету, вы можете под эту финиковую пальму посадить другие растения. И соответственно вопрос с площадью будет решен. Но финиковая пальма очень интересна чем и что? Потому что пальм съедобных не так уж и много. Парадка где-то 10 родов пальм используют в каждом из пешевых растений. А финиковая пальма кормит очень большое количество людей. Чтобы вам было понятно географически, я объясню. Пакистан, Индия, Афганистан, Иран и вот далее весь Ближний Восток. Египет, Судан, Марокко, Алжир. Все эти страны распитаются финиками. Финики там используются не только как лакомство, как в нашем случае в белорусском. Они там используются, финики, как пищевое растение. Пищевое растение в каком смысле? Из фиников делают сок, из фиников не могут даже делать вино, из фиников делают сахар. Но самое главное, что делается в этих странах, где высаживаются финики, из них делается хлеб. Добавляется ячменная мука, с ячменной мукой эта масса перетирается и получается очень вкусный хлеб, который долго не черствеет и долго хранится. То, конечно, немаловажно, потому что если учесть, что в том же Иране, в Саудовской Аравии есть пустыни, приходится долго кочевники, люди проживают, им приходится долго двигаться. И этот хлеб очень кстати. Положили в сумки и могут везти. Он не портится, горячий воздух, сухой воздух не дает порчи этому продукту. Поэтому точно так же, раз это растение настолько полезное, наши сады там закладываются, ну не только как у нас яблони и груши, вообще сады закладываются с фиников. Если посмотреть такие передачи, какие-то географические, то вам показывают целые плантации финиковых деревьев. Промой ствол, на верхушке ствола перистые листья отрастают, и вот там же появляются садьфетия, как у нашей кукурузы. Если вот видели на верхушке кукурузы, как цветет, такое садьфетие появляется, и на этом садьфете завязываются плоды финиковой пальмы. Ну как бы, почему именно про финики хочу еще рассказать, потому что многие уже попробовали сеять, и у них ничего не получилось. А почему ничего не получилось? Ну вроде бы, 6-40 годности хорошие фиников, свежие финики собранные. Тем более, что все финики сушатся на солнце. Их не сушат ни в сушилках, ни в чем. Они все сушатся на солнце. Знать, потенциально любая косточка должна быть схожая. Но косточка финиковой пальмы, какие других пальм, имеют интересную особенность. Они толстокожие. И зародыш не может пробиться. Поэтому, если вы высеваете просто финиковую пальму, посеете, значит, самый ближайший всход появится только через 35-45 дней. То есть, через полтора месяца появится первый всход. Следующий может появиться еще через 2 месяца, через 3 месяца. В общем, если так дождаться, пока они вообще пройдут, может пройти 2 года. Понимаете, 2 года держать эти косточки, как бы у нас нет терпения. Нам кажется, что они не схожие. Они схожные. Это такая особенность этого растения. Чтобы вы знали, что можно сделать. Чтобы всходы появились больше и дружнее. Для этого делается очень просто. Способов есть разных, много. Они называются скарификация. То есть, надцарапывание оболочек, толстокожих семян. И для фиников, в частности, что скарифицируется? Что предлагается? Ну, значит, предлагается хлорная вода. 2-3 капли нашей белизны, которая нам хорошо известна. 250 миллилитров воды. И косточки выдерживаются одни сутки. Можно также в электролите. Кинуть, залить семена электролитом, выдержать полчаса. Выдержать полчаса, а не точно так же. Оболочка размягчается. Электролит разъедает оболочку. После этого надо не забывать очень счастливо промыть семена. Потому что северная кислота, если останется на семенах, она будет их разъедать и может повыбить наш зародыш. Следующий, очень такой интересный способ, который тоже можно применить для финиковой пальмы в частности. Это значит вынести семена на мороз или положить в морозиловку, если мороза у вас нет. И после этого замороженные семена ошпарить горячим крутым кипятком. От перепада температур оболочка трескается и наши зародыши как бы освобождаются. Растения будут сходить быстрее. Но не забывайте, что все эти способы, конечно, хороши. Но тут как бы невозможно контролировать, как этот процесс у нас пойдет. Ведь толсты на кожуры, это не на станке не делается. Она может быть разная. Поэтому часть семян мы просто-напросто повредим. И они уже никогда не взойдут. Я предлагаю гораздо более простой, гораздо более доступный способ. С квалификацией. Это легко дойти в любом строительном магазине. Берем среднезернистую наждачную бумагу. Купили бумагу. И нам необходимо сделать две пластиночки. Сделали две пластиночки. И вот смотрите смысл. Одну пластиночку ложим наждачкой кверху. Ложим косточку финика. Другой прижимаем. И круговыми движениями начинаем крутить. Тут процесс как бы контролируемый. Почему процесс контролируемый? Потому что в любое время можно взять увеличительное стекло. Взяли увеличительное стекло и посмотрели. Царапали вы оболочку или нет. То есть здесь можно силу нажатия контролировать. Время этой обработки контролировать. Но это нам что? Что наши семена в течение где-то двух-трех месяцев все дружненько взойдут. И мы будем выращивать финики. Ну и дальше. Если вы семена сразу посеете в горшок, значит знайте, что глубина посева семян составляет где-то 2-3 сантиметра. Не глубже. Семена ложится горизонтально. Не важно ребром вниз, вот он шовом, ребром вверх. Это не так важно. Главное горизонтально положили. Но я бы посоветовал бы более простой способ и доступный, значит взять древесные опилки. Или мох. Он тоже есть в продаже. Взять древесные опилки, увлажнить их так, чтобы они были влажные, но не сырые. В смысле? Значит, когда вы сжали, они держатся в форме, опилки держатся, но вода из них не капает. Эти опилки оптимальны. Ну и необходимо брать, конечно, какой-то опилки, положить в какую-то емкость. И вот эти опилки в верхней части, где-то тоже 2-3 сантиметра, мы раскладываем все наши финиковые косточки и засыпаем. Температура прорастания должна быть плюс 25 градусов, плюс 28 градусов. Вот почему неудачи. То есть пальмы требуют в начальный период для прорастания высоких температур. Ну и в смысле, что вот почему именно в емкости я ориентирую. Потому что если это сделать в поличленном пакете, когда начнут прорастать корни у пальм, они очень хрупкие, они ломаются. И такие прорастки, у которых уже появились корни, сломанные, они погибают. Сами прорастки. То есть уже растение никогда не взойдет. Поэтому надо посуду, чтобы был объем, чтобы мы не травмировали семена. И вот прошло там, например, полтора месяца проверать. А то, что уже наклюнулось, достали и посадили в горшочек. Значит, засадится так, что земля, косточка получается чуть ли не на поверхности, только корешок ходит туда в грунт. Ну, грунт делается, значит, на первом периоде, когда они выращиваются. Грунт легкий, это листовой пирогной, песок, то есть рыхлый, воздух влагопроницаемый. Ну, можно купить готовый грунт в любом магазине. Они также продаются. Грунт для пальмы. Посадили. И вот дальше, что интересно. Дальше пальма начнет давать листья. Первые листья у него будут, конечно, не похожи на последующие. Первые три листа. Первый будет листик такой, похожий как на веер. Небольшой веер такой. Только одна пластиночка. На втором листе может уже две пластиночки. На третьем появятся три пластиночки. А вот четвертый лист уже пойдет перистый. Пойдет как перо. Видели перо у птицы? Точно так же будут и расположены листики уже в этой пальме. Ну, и значит, пальма дает каждый месяц один лист. Именно поэтому еще древние египтяне променяли пальму как растение календар. Отсчитывали. Потому что месяц прошел, лист появился. Месяц прошел, лист появился. То есть никакой агротехникой, никакими хищрениями нельзя добиться, чтобы у пальмы выросло там в один месяц два-три листа. Только один лист. Ну, и соответственно, листья пальмы живут долго. Они питают растения и дают силу остальным растениям. Ну, если идти дальше, значит, объясню, что орехов дождаться вам плоду финиковой пальмы в комнате не удастся. Почему? Потому что сама финиковая пальма, значит, это дерево 10-20 метров высотой. И у нас просто не позволят объему наших комнат вырастить финиковую пальму, ну, финики в своих домашних условиях. Вот. Но даже теплица, это тоже как бы будет замаловато. Но по крайней мере 10-15 лет вы сможете улюбоваться красотой финиковой пальмы. Надеюсь, вы поняли, что вырастить финиковую пальму, равно как и другие растения, это несложно. Главное добиться быстрых всходов. Добьетесь быстрых всходов, и эти растения будут радовать вас и ваших муков. Чего вам не желаю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова